Дамы и господа, всем привет и добро пожаловать на канал Ксения Кирпит для Вести Жизнь. Я сегодня в красивой шляпе с помпонами. Остальное все достаточно банально. Майка, шовки, балетки. И здесь у меня самодельные браслеты и самодельные бусы. Я сегодня помаду накрасила и кое-как умудрилась ее сохранить вместе с каким-то еще макияжем под маской. Смотрите, такими короткими перебежками от дома к машине маску снять, лицо проветрить. Полный аншлаг. Почему у меня все время... А, это кисточки, я думала, какие-то швы от шляпы. Так что шляпы вернулись и опять сверху вот такая вот прозрачная легкая штука. Просто, чтобы руки не загорали, потому что я уже слегка подзагорела. И я так недавно была на генерете, и у меня морда подзагорела. Причем именно так, как говорят, когда вот сделаем бронзером такой эффект санкист. Вот как раз на тех выпуклых местах я стала красная. Поэтому видок еще тот. Синьорита помидор. Синьора, вернее, помидор. Ну, что поделать. Как я не пряталась от солнца. Я, главное, с тобой взяла даже вот этот слепокальный крем. Но потом я узнала, что я уже нанесла крем увлажняющий дома. Теперь надо этот снять, чем-то там тот намазать. Не хотелось этим заниматься, поэтому, видимо, морда слегка поджарилась. Но не страшно, не обгорела. А вот именно слегка получила солнышко. Ну, ничего страшного. Мы это делаем очень редко, мы лично. Поэтому я не думаю, что ущерб будет. Это для тех, кто загорается. Знаете, я как-то давно смотрела одну девушку, молодую, лет 25 тогда было. И она говорит, вот мне все говорят, что загорать это вредно. И потом с возрастом ты будешь плохо выглядеть. А мне вот все равно, как я буду выглядеть с возрастом. Я хочу сейчас быть такой, какой я хочу. Загорелой, красивой, и все. Но знаете, в чем здесь суть вопроса заключается? Что с возрастом это произойдет в мгновение ока. Ты не успеешь сказать, а, как ты уже понял, что ты в том возрасте, не обязательно в большом возрасте, да, а в том возрасте, когда вот эти вот твои результаты загорания превращаются в огромное количество пигментных пятен. Ты выглядишь плохо. А тебе все еще хочется выглядеть хорошо, потому что ты молодая и красивая. А ты уже не можешь отмотать назад свою дурь из молодости и, да, вложить в себе мозг. Поэтому, если вы, вам 20 лет, и вы думаете, что главное, чтобы сейчас, поверьте мне, вам очень быстро будет 30, потом будет 40, и все равно вы захотите выглядеть хорошо. И вы могли бы выглядеть хорошо и не иметь вот эти все последствия пигментные и, в общем, старение кожи быстрое. Могли бы не иметь, но вы их сами себе зарабатываете, и поэтому остановите этот процесс. То же самое, кстати, я считаю, отношу туда же все эти химические пилинги, все вот это издевательство над кожей, для меня это тоже использование ресурса кожи. И мне кажется, оно, по моему мнению, намного к более быстрому старению. Потому что это ресурс кожи к регенерации, и чем больше вы его черпаете, тем больше он истощается, тем больше ваша кожа становится поношенной и старой. Поэтому оставьте ее в покое. Это знаете, как сказать, кожа ведь это, понимаете, это орган. Это один из самых больших, нет, это самый большой орган нашего организма. И если относиться к нему как к органу, это все равно, что сказать, давайте обновим печень. Давайте обновим печень и будем месяц бухать беспробудно, когда печени станет совсем плохо, она обрезет, я не знаю, там случится с ней что-то трагичное, она плохо будет работать, и за счет этого она включит процесс регенерации, она восстановится, восстановится, и станет замечательно новой, бодрой, замечательно работающей. Давайте отморозим почки для того, чтобы они восстановились, и стали работать намного лучше, чем новые. Вы согласитесь, никому в голову уж такое не придет, при этом всем приходит в голову постоянно травмировать кожу вот этой всей ерундой, лично что-то полезно. По-моему, это настолько профанация, и просто зарабатывая денег теми, кто это делает, вот для меня это так. Поэтому, как хотите, мое личное мнение, может быть, я не права, я к этому отношусь так, и я никогда в жизни не была ни одного косметолога, и считаю, что это, если нет каких-то кожаных проблем, которые надо решать, не у косметолога, а у дерматолога, то нечего там делать, сказала я. Вот. Ладно, все. Я всего лишь включила камеру поздороваться, и потом продолжить что-то снимать. Но это я, вы же меня знаете, да? Болтун. Сама просила жметь, по-щекотому. А как ты сделала вишу-видео? Я сделала вишу-видео. А дай ответить, я тебе 10 минут шикотала, мне вишу-видео. Доджо. Маза доджо. Кагуа. Нет, обе это кагуа. А доджо? Халифа. Джудоги это халифа. Дальше угадываем доджо. Доджо. Угу. Мы себе это венди джудо. Это джудо, когда. Доджо. Доджо. Визрон. Катами. Визрон. Катами. Давай, что еще осталось? Джудока был, пояс был, кимоно было. Джудоисты были. Маме? Нет, это сенсей. Дальше? Еще что осталось? Еще одно осталось. Одно. Сенсей? Сенсей это тренер. Дальше. А. Доджо это? А. Это? В. Махасер. Чего? Махасер. Улам джудо хасер. Доджо это улам джудо. Зал где тренируется джудо. Балбес. Это мамин балбес. Без зубы. И я балбес, естественно. Если ты балбес, я уже тебе говорила, значит, ты маму, значит, мама с папой балбесом. Папа не балбес. Папа не балбес, мама балбес? Папа не балбес, мама балбес. Папа не балбес. Доджо берешься. Доджо. Скажи. А, улам джудо. Да, зал для джудо. А, сенсей. Замой сенсей? А, сенсей джудо. Да, это папа. А, как его зовут Хагуа? Обе. Обе? Угу. Ханха? Джудо е. Джудо. Джудо. Джудо как это джудо есть. Текла? Угу. Не надо меня кусать, лисочка. Ай, она так и кусается. У тебя зубов нет, чем ты кусаешься. И зубы. Выползла тут вселенная, что там, кондиционер, течет. Думаю, что здесь такое за серое пятно. Оно выглядит, как будто здесь пожар был. Это для Израиля обычная картина, потому что влажно, течет кондиционер и всегда везде плесень. Зимой оно высыхает. Делать с этим нечего. Вот там. Есть, кстати, трубки. Вообще я не на эту тему хотела поговорить. Просто мне это выглядело как будто пожар. Что я хотела сказать? А, мне периодически люди пишут, что я похудела, что я хорошо выгляжу, что я делаю, спорт, не спорт. Знаете, я не похудела. Я не похудела совершенно. В плане вот здесь я перестала заниматься спортом. Не вообще, а так, как я занималась раньше. Я перестала ходить каждый день по 5-6 километров или пешком, или на дорожке. Я перестала отжиматься. Не потому что мне лень, а потому что я вдруг в один день посмотрела на фотографии. Где-то мы были, по-моему, где-то мы в Чехии, что ли, были в зоопарке. Или, ну, где-то мы были в одной из больших поездок. И я там увидела, какие у меня стали мощные ножище и ручище. Тогда я увидела ножище, ручище я рассмотрела позже. Я поняла, что мне это не нравится. Это не тот типаж, который мне нравится касательно себя. Мне не надо ноги беговой лошади с огромными мышцами в ходовой части. И я очень урезала себе вот эти вот тренировки на дорожке. Я люблю ходить, всё, что угодно, да, обожаю вообще заниматься активным каким-то спортом. Бегать терпеть не могу, ходить обожаю, там, всякое другое, с удовольствием. Но это совершенно не то, что я хотела видеть в зеркале. И когда я это увидела, что моё увлечение ходьбой приводит вот к тому, что у меня стали ноги беговой лошади, я это сократила, и у меня очень много ушло мышечной массы с ног. Соответственно, и с рук, потому что я только перестала на руки что-либо делать. Потому что, опять же, это не то, что я хотела видеть в зеркале. Это не мой... Ну, не так я себя вижу, да. Я для себя, я не тот типаж. Вот. И это единственное, что изменилось. Где-то два года назад я обнаружила это и стала это забавлять, потому что мне совершенно не понравилось, совершенно не то. Вот на этих вот частях огромные такие были у меня мышцы. Оно не так, как было тогда. Тогда это было тяжело. Даже мне выглядело тяжело, просто не то. Поэтому вот это то, что я сделала. Дальше вопрос, как можно печь, готовить и так далее, не толстеть. Очень просто я не большой едок. Я не человек, который любит наесться. Я терпеть не могу вот это чувство, когда ты объелся, и ты сидишь такой, страдаешь, у тебя вот это вот здесь. Я предпочитаю чувствовать чувство голода ощущать, чем чувство, вот когда ты полный, наелся, и у тебя вот, ну, даже не то, что обожрался, а просто наелся, и ты полный, вот это все распирает. Я это терпеть не могу, поэтому я не ем много, я ем небольшие порции, мне этого хватает. Я не хочу потом пойти еще догнаться чем-то еще, потому что я знаю, что потом у меня будет это чувство, эээ, ты лежишь, обожрался. И я это для себя, мне это просто вот ощущение, мне противно. Не то, что мне противно, то, что ой, ты будешь толстый, там что-то. Нет, вот это само чувство наполненности мне неприятно. Мне кажется, я сейчас лоб, я люблю себя чувствовать легко и свободно. Тогда я чувствую, что я довольна. Поэтому я редко хожу в рестораны, потому что, знаете, как бы, ты вроде уже деньги заплатил, и надо бы вот это, и оно вкусное, и надо бы поесть, и как бы не выйти с чувством, что тебе тошно от этого. Вот у меня все время вот такая вот, или беру мужа. Муж у меня ровно в два раза больше, чем я. Ровно в два раза. Если я 60, он 120. В него можно вложить много. Поэтому не пропадает ничего. И да. Вот. Поэтому я вот вчера испекла на 2 килограмма хлеб. Передала. Потому что я люблю печь, но не обязательно, что каждый хлеб я должна сама употребить. Дом у меня еще был хлеб. Зачем просто так? А уже испекла. Так пристроила, нашла, хорошие руки передала. Вот. Поэтому, чтобы я не готовила. Пирог. Вот я последний раз бабку пекла сладкую. Половина еще замороженная лежит в морозилке. Особо никто ее не трогает. Она вкусная, она замечательная. Все классно. Но как-то... Мелисса такой не очень любит. Я... Ну, когда вот я только испекла, я могу пару кусочков съесть. А потом мне интерес пропадает. Я больше не хочу это есть. То же самое со сладким. Я люблю, знаете, эти голландские... Голландские это называется. Вафельки, которые с сахарным сиропом. Но одну я могу в день съесть. Две. Это у меня тоже начинает быть... Ну, начинает меня просто подташнивать. Это неприятно. Я люблю поесть и чувствовать себя после этого приятно, а не там страдать от того, что... Да, мне теперь надо огурцом заесть, а теперь надо это. И я вот это все это не люблю. У меня такое чувство, что я, знаете, сама себя как бы дурю. Смысл это поесть, чтобы было в кайф, а не поесть и потом страдать. Поэтому для меня вот это вот просто. Я не понимаю, когда люди говорят, я все время думаю о еде. Я о еде вообще не думаю. Я думаю о еде, когда я чувствую голод. У меня нет такого, что вот я хочу... Нет, у меня иногда бывает, что я хочу есть. Я знаю, вот я сейчас хочу прям вот гамбургер вот из Бургер Кингс есть с чипсами, знаете, вот такой. Но это бывает очень-очень редко, когда я цель направлен, вот хочу что-то. А так, когда я начинаю чувствовать голод, я начинаю думать, чтобы поесть, чтобы приготовить, чтобы делать так, чтобы я целый день думала, знаете, что мы дальше едим. У меня такого никогда не было и нет. И я не знаю, с чем это связано. Может быть, это как-то психологически. Не знаю. Вот поэтому для меня я могу печь, я могу готовить, я могу делать все, что угодно. В себя я это в больших количествах впихнуть не могу. И не хочу, и не собираюсь. И как бы, да, кусочек съел, никому не повредит. Повредит, когда ты съешь 10 за раз. Вот. Такая история. И у меня есть насчет питания, у меня есть видео. Если кому-то интересно, по-моему, у меня есть отдельный плейлист. Если нету, то напишите мне, я вам ссылочки дам. Про то, как я вообще питаюсь. Да. Про мои взгляды на питание, скажем так. У нас сегодня делают экзамены на следующий пояс. Так что сегодня только те, кто делают экзамен. Обычно мы это делаем как бы в отдельный день. Не все. Что такое все расходились здесь? А так как сейчас, сами понимаете, что у нас вот так. didэк. Бандарт. Что я вам хотела рассказать? Потрясающая новость, дамы и господа. Пришли домой сегодня, и медицин говорит, подходит ко мне и говорит, мама, вы нашли ружье, которое вы вчера с папой потеряли. Я говорю, что? Какое ружье? Ну, говорит, вы вчера с папой потеряли ружье и не могли его весь вечер найти. Или это был пистолет? И тут у меня, как говорится, жетон упал. Я говорю, Мелисса, хорошо ты не сказала в садике воспитателям, что мама с папой потеряли пистолет. Внимание, дамы и господа, если вы стоите, вы сядьте. Я вам сейчас покажу пистолет. Это пистолет для силикона. Мы нашли очередной ход муравьев. Мы просто провели на днях, знаете, по методу Пуару практически, да, проследили дедуктивным методом, выследили, откуда идут муравьи. Они пытались сожрать мой пирог, еле отобрала. И я сказала, все надо найти. Мы нашли, откуда идут муравьи, купили силикон. Потом оказалось, что пистолет прошлый, то ли он сломался, то ли что-то. Но, знаете, мы не пользуемся пистолетом для силикона каждый второй день. Вроде у нас был, вроде нет. То есть был. Мы, может, выбросили, мы же не помним. И мы вот вчера весь вечер рыскали по квартире в поезд. Нашли пилу, еще одну пилу, нашли там еще что-то. Практически нашли пистолет. Или ружье, я уж не знаю. Но то, что надо не нашли. Я говорю, вот так Мелисса пришла бы в садик и заявила воспитателям. Мама с папой потеряли пистолет или ружье. Всю ночь искали, не нашли. И тушь размазалась. Никак не могу дойти до Мак и купить тушь. Как она называлась? Я не помню. Я помню что-то Джига Блэк. А как она называлась? Не помню. Которая мне идеально ложится на нижней лестнице и не размазывается, и не осыпается, и не делает. У меня тушь обычно размазывается и делает такие элегантные синяки под глазами. А вот та нет. Та держится. Причем она не водостойкая. Вот, дамы и господа, ночь уже полдвенадцатого. Я уже дофига вещей передела. Сижу дома. Там мои растения, блинки. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте заглянуть ко мне в инстаграм. Написать комментарий, подписаться. Обязательно поставить лайк. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok